Друзья, мы закончили судебный процесс, нам перенесли процесс на 18-е, 10-55. Процесс продлили по интересным причинам. Вот у нас тут на процессе был Владимир Козлов. Я хочу, чтобы Володя прокомментировал, потому что это на самом деле очень интересная вещь произошла. На этом суде появился совершенно новый вектор судебных исследований. Судья запросил информацию о том, кто такой Мухтар Абляд. То есть, возможно, что суд просто решил наиболее полно изучить вообще всю ситуацию вокруг Жанны Ботта и, скажем, ее визави в лице миграционной службы, которая отказывается ей предоставлять статус беженца. И я думаю, что эту ситуацию вполне возможно использовать на полную катушку. В том смысле, что если собрать всю информацию по Мухтару Аблязову, а именно с 2001 года, и собрать информацию о том, что это человек, который вообще в течение почти 20 лет финансирует всю оппозиционную деятельность в стране, и что он уже дважды был признан политическим заключенным, и что существуют и международные экспертные заключения по этой ситуации с Мухтаром Аблязовым о том, что он политически преследуемый человек, и существует решение государственных органов, как Высший Совет Франции, то суду гораздо более будет ясна и ситуация в Казахстане, и будет более ясна ситуация с Жанной Ботой именно о том, что она действительно является политически преследуемым человеком, которому необходимо проследовать статус политического беженца. Спасибо, Володь. Тут вот у нас еще ребята-правозащитники. Максим, Даниил. Максим, какие у тебя впечатления? Для меня после сегодняшнего суда стало очевидным, что те, кто преследует политических беженцев, именно казахстанских, за границей, что они решили взять дело Жанары и дело Мухтара Аблязова с Комом и просто вот так вот одним каким-то таким общим делом, каким-то общей базой доказательств пытаться их вернуть в Казахстан, чтобы провести такое показательное судилище над ними, как над лидерами оппозиции, и чтобы как бы и остальных напугать, и их наказать за оппозицию. Это плохой синдром. С одной стороны, это ужасно, да, что вообще левое дело, причем здесь Мухтара Аблязова в деле об политическом убежище Жанары Ахметова. Вообще никакого отношения не имеет одно к другому. Но с другой стороны, это опять же доказывает политическую мотивированность этого всего дела и то, что суд, судья, то, что главует этим, над этим процессом, что он такие вопросы странные задает, но это уже свидетельствует просто о какой-то степени заинтересованности. В общем, я крайне недоволен. Опять процесс на три недели перенесен. Это можно было решить за пять минут. В суд уже был прецедент. Идентичная была ситуация в 2018 году, когда суд доказал, Жанара доказала в суде, что решение о миграционке есть необоснованным, что его нужно пересмотреть. И украинский суд уже принял такое решение. Это уже была высшая судебная инстанция. И поэтому какие-то еще дополнительные рассмотрения, это должно было длиться пять минут, а не уже третье судебное заседание. Да, и, Алексей, привет. Интересно, что судья задал вопрос, знаете, Жанара, то, что Мухтара Аблязова осудили на 20 лет в Казахстане. При этом в материалах дела это нигде не значится. И, соответственно, эту информацию они получили как-то, не знаю, может, с интернета или как-то неформально. И не совсем понятно, как это связано именно с ее делом по предоставлению политического беженца. Да, ну и что странным является, суд затребовал, чтобы мы предоставили доказательства того, что Мухтар Аблязов является политически преследуемым беженцем, что его преследуют по политическим мотивам. То есть я сейчас в суде Украины буду доказывать, что Мухтар Аблязов не мошенник, не убийца, не вор, а человек, которого преследует режим за его политическую деятельность. То есть разворот у нас такой произошел сегодня в судебном процессе, что у меня нет никаких слов. Мы, конечно, все эти материалы предоставим, раз суд это требует. Я не понимаю до сих пор, каким образом это связано с моим делом. Ну, мы это в любом случае предоставим. И, как сказал Владимир, постараемся полностью использовать это в свою пользу, раз уж так интересуется украинский суд делом Мухтара Аблязова. Друзья, спасибо. Следующий процесс 18-го в 10.55. Еще по поводу то, что миграция сказала по поводу, что ваших родственников не преследует. А, да, да. Да, был еще дурацкий, чудовищный, конечно, мотив от миграционной службы, которая сообщила, что я не являюсь политически мотивированным беженцем, потому что не преследует в стране моих детей, моих близких родственников. То есть какие-то вообще садисты, наверное, надо, чтобы везде, повсюду, всю мою семью целиком преследовали. Они уже не первый раз это заявляют в суде, что я считаю тоже абсурдом. И однозначно указывает на то, что предвзято и заангажировано это дело здесь, в Украине, рассматриваю. Ну, я думаю, что на то мы и борцы, чтобы бороться. Будем бороться дальше. Всем спасибо за поддержку. Услышимся.